Кошалот – самый крупный обитатель морских просторов. Взрослые самцы могут достигать 50 тонн массы и 20 метров в длину, в то время как самки весят до 20 тонн и вырастают до 15 метров. Эти гиганты продолжают расти на протяжении всей своей жизни. Кошалоты обладают самым большим мозгом и сердцем среди всех животных. Мозг может весить до 8 килограммов, а сердце иметь ширину и высоту около метра. Эти морские гиганты не только умны и величественны, но и крайне осторожны. При малейшей угрозе они стремительно погружаются на большую глубину. Численность кошалотов снижается, и одной из причин является массовый вылов рыбы и кальмаров, составляющих их основной рацион. Зоозащитники уже отнесли кошалотов к уязвимым и находящимся под угрозой исчезновения видом. Несмотря на свою огромную величину, кошалоты не имеют много врагов. Только косатки могут представлять для них опасность, но и это не столь распространено. Однако в последние годы ситуация изменилась. Океан столкнулся с масштабным загрязнением. Ежедневно в его воды попадает около 35 тонн мусора. Эти изменения уже сказались на кошалотах, и теперь их жизнь под угрозой. Мусор, в том числе пластиковые отходы, попадает в желудки кошалотов, причиняя им мучительную смерть. В одном из случаев исследователи нашли в желудке погибшего кошалота рыбацкую сеть длиной 13 метров, крышку двигателя и пластиковые пакеты. Проблема заключалась в том, что эти инородные предметы не могли перевариться в желудке, что привело к инфекции, перитониту и, как следствие, смерти. Другой кошалот, найденный в Индонезии, поглотил около 6 килограммов мусора, включая шлепанцы, пластиковые бутылки и стаканчики. Статистика показывает, что Индонезия с населением 260 миллионов человек ежегодно производит 3,2 миллиона тонн пластика, из которых почти половина оказывается в океане. Большая часть пластиковых отходов поступает в мировой океан из пяти азиатских стран, включая Индонезию, Филиппины и Китай. Интересно, что нижняя челюсть кошалота способна открываться на 90 градусов, что позволяет ему захватывать огромную добычу, включая моллюсков и рыбу. Однако все, что человек беззаботно выбрасывает в океан, может стать смертельной угрозой для этих морских гигантов. С 1985 года кошалоты и другие виды китов находятся под охраной, но сможет ли это защитить их от вымирания, пока неизвестно. Кошалоты существуют уже более 25 миллионов лет, и за это время они проявили удивительные черты, схожие с человеческими, любопытство и склонность к играм. Однако эти животные до сих пор остаются одной из самых больших загадок океана, каковы их мысли и что происходит в их огромном мозге. Нам повезло жить рядом с такими удивительными существами. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!